Начнем наше знакомство. Меня зовут Галя Мурелл, и вот рядом со мной стоит Ульон Хамакин, это мой муж, и мы оба живем в самом большом холодильнике мира, который называется Арктика. Кстати, поднимите руки, кто из вас когда-либо в жизни видел живого эскимоса? Никто? Хорошо. Значит, у вас сегодня будет прекрасная возможность познакомиться. Ульон, он известный писатель, художник, актер, педагог, также, наверное, самый знаменитый погонщик на собачьих упряжках, но также он то, что по-английски называется «adventure». Кто из вас может предложить хороший перевод для слова «adventure»? Вот у нас, например, его нету. То есть, да, он полярный исследователь, но это не эквивалент слову «adventure». И сегодня утром я у него спросила, а как звучит это слово «adventure» на грилландском языке? Я думаю, что давайте попросим его сейчас сказать это слово. И вы заодно услышите замечательный, очень редкий северный язык, который называется «калалисуд». Хорошо. Так, что «adventure» на грилландском северном языке? А, ну, я просто его придумал, так что я не знаю, если вы можете услышать, но... Кто из вас может повторить? Ну, за сегодняшний день мы узнаем много очень интересных и необычных слов. Я сразу должна вам сказать, что в эскимосских всех языках каждое слово, вот это особенно для тех, кто думает, что вот европейские языки – это сложные языки, у нас каждое слово очень часто занимает строчку с половиной, а то и две строчки. И вот в таких словах там, предположим, 20 корней, 30 суффиксов, 14 префиксов и еще несколько окончаний. И вот нужно действительно иметь очень хороший глазомер, чтобы, как бы сказать, dissect, то, чтобы разбить вот это слово на составляющей части. Но смотрите, сейчас я вам предлагаю посмотреть на нашу жизнь как бы со стороны, а, может быть, правильнее сказать, с высоты, с высоты полета дрона. Это займет у нас всего три минуты, а после этого мы перейдем с вами к разговору о главном, о том, как управлять рисками, рисками в чрезвычайных, экстремальных обстоятельствах, и чему мы при этом можем научиться у эскимосов. Да, вот это наше утро. Вы должны услышать звуки Арктики, а это звуки очень необычные. Вы знаете, очень многие люди говорят, что Арктика безмолвная. Это так, когда ты только туда приезжаешь. Вот, у нас пошли звуки. В этом клипе речь будет идти... Я встану в эту сторону. Речь будет идти о наших артистических проектах, которые мы проводим на морском льду. Мы организовали для детей, которые живут в маленьких, крошечных деревнях. Мы организовали цирк на льду. Это вот младший. Мой младший сын Кевин, который закончил театральную школу в Нью-Йорке. И потом, это я, потом мы работали с нами целый год с маленькими эскимосскими детьми. Это у ли вы узнаете у шкуров, потому что мы носим шкуры в Гренландии. Вот, все наши спектакли основаны на старых эскимосских сказках. Почему это так делается? Потому что дети настолько хорошо с ними знакомы, что когда они начинают играть в нашем театре, в нашем цирке, их не нужно отдельно учить всему этому. Они уже все это знают. Они любят это. Вот, про холод и про лед, и про снег мы поговорим немножко позже. Видите, мы ставим балетные спектакли на льду. В любите, в серединке там маленькая дырочка, через которую дышит нерва. То есть дети, люди, взрослые, животные, они все вместе. Там нет вот такой огромной границы между миром человеческим и миром животным. Вот это еще маленькая сценка из балета про Белого Ворона. Я вам потом буду рассказывать истории про людей, которых уносило на маленькой оторвавшейся льдине в океан. И люди жили на этой льдине кто неделю, кто день, а кто целый месяц. Почему это происходит, мы тоже узнаем. Вот это Оля делает стоянку для собак. У нас 26 собак, на которых мы ездим. В Гренландии у нас нет дорог, и поэтому единственный транспорт – это собаки. Собаки больше похожи на волков. Это еще одна сцена из спектакля другого. А вот это, смотрите, вот это то, во что превращаются айсберги, когда они становятся уже старыми, двухлетними. Огромные айсберги превращаются в такие скульптуры. Все наши артистические проекты, и музыка, и все происходит не внутри. Это происходит на морском льду. Только снаружи, потому что внутри у нас ничего нет. На берегу жить нельзя. Вот это здесь, видите, едет Оля, которая стоит рядом со мной на своих собаках. Вот, и это весна. Наверное, уже апрель месяц, поэтому тепло. Ну, тепло как? Весной у нас бывает минус 30 примерно, но лед уже подтаял, надо сказать. А вот это вы видите здесь сцену восхода, потому что 4 месяца в нашей стране продолжается полярная ночь. И солнце восходит только 16 февраля. На одну секунду, и солнце встречают дети. И действительно, вот я просто закончила мысль про солнце. Вы живете... А вы знаете, такая есть мысль, что, может быть, когда мы будем показывать фильм, может быть, немножко убрать свет, потому что вам очень плохо видно. Нам так кажется. Если кто-то это может сделать. Смотрите, я еще раз скажу насчет света, насчет солнца. 4 месяца мы живем в кромешной темноте. То есть, если нет луны яркой, если не светят звезды, то не видно фактически ничего. Когда бывает луна, то лед и снег, они отражают свет. И, в принципе, можно ориентироваться. Но когда ее нет, то просто ничего не видно. Но зато, когда солнце восходит первый раз, это действительно праздник для всей нашей деревни, для всех людей. И оно восходит на полминуты, и потом тут же скрывается за горизонтом. Для вас солнце – это часть вашей жизни. А мы его не видим 4 месяца в году. Ну вот смотрите, мы сейчас посмотрели маленький клип про наши арт-проекты, потому что мы делаем очень много социальных проектов с местными детьми. Потому что, как вам сказать, в связи с тем, что климат меняется, и меняется социальное устройство жизни, очень трудно на самом деле людям, которые живут в маленьких деревнях, совершить прыжок из века ледяного в век ядерный. Это немножко попозже вам расскажем. А сейчас я хотела посмотреть, чтобы вы посмотрели, как живут, собственно говоря, люди в деревне, взрослые люди, наша ежедневная жизнь. И мы вам покажем маленький клип из фильма, который называется «Инук». «Инук» на эскимосском языке – это значит «человек». «Инуит» – это люди, а «Инук» – человек. И вот этот гренландский фильм «Инук», в котором главную роль играет Улео, он получил 25 наград на крупнейших международных фестивалях. И вы сейчас просто посмотрите маленькую нарезку на 2 минуты, чтобы вы просто посмотрели, как мы живем в деревне. Это игровой фильм. «Инук» «Папа?» «П economists!» «Папа?» «Папа?» «Хяг не должен быть внимания». «Кrrарищи�цы!» «Да, например, стоит. Затем еще раз. Поехали! 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 Кулинок! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот я вам сейчас покажу ножик он выглядит так есть другая вариация этого ножика вот так он может выглядеть они вообще могут быть по-другому и на самом деле для того чтобы быть независимым тебе нужно иметь то о чем сейчас сказал улю то есть тебя должны быть собаки которые приручены у тебя должен быть источник тепла а это в данном случае жир нерпы потому что ты тогда не зависишь ни от дерева не от чего другого ты можешь двигаться через лед и ты можешь иметь доступ к теплу прямо на льду но 3 это вот нож с помощью которого ты можешь построить дом а женщина предположим вот я тоже мы можем построить дом в котором могут жить шесть человек из утрамбованного снега это должен быть очень специально такой снег за два часа на санках мы возим с собой окно раньше это окно было сделано из желудка нерпы вот а сейчас это окно просто сделано из такого пластика и когда мы построим нашу иглу мы потом делаем отверстие в нем и вставляем туда окно все дом готов этот дом простоев 9 месяцев вот ну ты можешь пожить в этом доме немного со своей семьей потом ты можешь приехать на другое место в этом доме появятся новые люди новые обитатели потому что никто никогда не строит дом для себя вот посмотрите на еще и принесла здесь пару предметов для вас чтобы посмотрели вот это посуда то есть ее тоже очень легко сложить когда мы едем на собачьи упряжки подложить по шкуре и потом ты в ней можешь хранить суп что-то еще потому что она не протекает это все сделаны из шкуры нерва на самом деле но люди а живущие в арктике они всегда пытаются даже самую простую обиходную вещь и и украсить превратить предмет искусства вот а давайте вернемся к кризисным ситуациям которые у нас случаются в арктике очень часто как я уже в начале рассказа упомянула о том что в ночное время очень часто налетает откуда ни возьмись шторм а шторма у нас очень локальные то есть их невозможно предсказать с помощью метеостанции большой потому что метеостанции спутники они не видят локальных штормов которые происходят в маленьких заливах то есть сейчас погода прекрасная и буквально через полчаса начинается очень большой штурм и очень часто случается так что и дину на которой находится человек предположим пошел на охоту потому что у нас магазинов ничего нету то есть мы только можем рассчитывать на себя я наверное забыла сказать что у нас нету не проточной воды то есть воду нам тоже нужно носить на себе откуда нам нужно идти на море на это дойти до первого айсберга наколоть вот таким ножом до положить его ведерко и потом на себе отнести обратно в дом и потом очень долго ждать пока вот это лед этот растает и ты ждешь и слышишь маленькие такие звуки поп 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 это выходят пузырьки кислорода которому больше ста тысячи лет потому что айсбергом гренландии им тоже больше ста тысячи лет они рождаются будучи уже такими старыми и процесс рождения кстати происходит 5-7 лет такое долгое время отделение от матери ледника и потом еще плавает в океане два года вот пасть пока он не становится водой иногда эти айсберге приплывают на широту нью-йорка вот такие длинные путешествия они делают но вот про наш быть я повторяю что у нас нет ни проточной воды ни туалета у нас есть коммунальное ведро вместо туалета это все вот но люди приспосабливаются приспосабливаются в арктике потому что в ледяной пустыне который в которой ты там живешь у тебя нет другого выхода нет другого выбора вот несколько лет назад мы с улей прошли четыре тысячи километров в маленькой открытой лодке по дрейфующим льдам вдоль верхнего северного побережья а гренландии и как вам сказать у нас были сломаны ноги руки порванные сухожилия остановиться позвонить куда-то позвонить некуда единственная возможность это идти дальше потому что только в движении спасения мы были очень много раз вот в двух шагах от смерти но там при том что ты можешь кажется дотронуться до этой смерти у тебя в океане нет страха потому что и жизнь и смерть ты не видишь между ними границу это просто огромный круг который образуют собой жизнь большом городе ты всегда боишься то попасть под трамвай под автобус или что-то еще и что-то ты боишься всего в большом городе например ты боишься пожару тебя в доме и и после что потеряешь свою квартиру или дом у нас все проще если мы потеряли свой дом мы тут же возьмем наш нож и построим новые не правда ли мы не будем ждать пока придет правительство и поможет нам с этим домом вы знаете сейчас я хотела бы спросить воли который сделал несколько фантастических экспедиции в арктике или собачьих упряжках и на маленькой открытой лодке он сделал потрясающая экспедицию круга светку маленькой открытой лодку не вообще нет крыши то есть все что есть в этой лодке это все что мы с собой везем ничего там больше нет вот он обошел арктику из гренландии в гренландию и несколько раз его лодка переворачивалась а и вот что происходило дальше давайте послушаем а киртанас обалт в болт влитву с капсайстом так вот и донтону сгонах пенекспорт direction нечего вот и co как и мы с вами — вы, как и чем ты готовы? и киртанас обалт сдачной генеем evento время элискарно от 100 лет вы , как вы видите, что это всё очень мало имя не хватает Сегодня, из-за климатизации и глобальной температуры, можно вообще путешествовать в Америке. Например, первый человек, который сделал это, был норвезенский полар explorer, Роэль Амонсен. Он сделал это в 1903 до 1906. Он использовал три года, чтобы путешествовать, от Гринлян до Беринг-Стрейта. И когда мы сделали это, в 2001, мы использовали 5,5 месяцев, немного более чем 1 месяц, или более чем 1,5 месяцев, то, чтобы идти от Гринлян до Беринг-Стрейта. Конечно, мы получили лучше, или быстрее, но мы также были счастливы, что глобальная температура, глобальная температура, что у нас было много времени. Так что, все-таки, было возможно, чтобы на буты на юридской Америке, на юридской Америке, на юридской Америке, на юридской Америке, на юридской Америке. И тогда, в 2003, мы перешли, от Алиска, на Юркотка. Вы слышали о Юркотке? Конечно. Так что, в Юркотке, мы перешли, что называется... Проведения. Проведения. И тогда Проведения. У ЛН. У ЛН? У ЛН? Вы слышали о У ЛН? Нет. Это, 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 и, мы думали, что, мы могли следовать. И проехали, что мы делали на ЛН. ЛН. НО. Нет, нет, это более сложный, чтобы водить в море России. Нам нужно было пять лет, чтобы водить в море России на море России. Поэтому мы должны взять один лед, и тогда было слишком холодно, и я начинал формировать. И так далее, нам нужно было пять лет, чтобы вообще достигнуть в море России. И тогда, в какой-то момент, конечно, на очень долгое путешествие, это может быть опасно. Поэтому, когда мы приехали сюда, на море Индикирка, который находится здесь, то время все-таки не могло сделать ничего. И так далее, мы можем только толереть очень маленькие леды. И так далее, в 2003, мы были, все-таки, что-то плохое, и мы должны прыгать в море России. Вы можете объяснить, что это море России? Вы знаете, что это море России? Да. Да. Это очень велик, где-то, где-то, где-то выглядит. Но тогда бывает, что это может быть таким большим. И, вы должны прыгать к этому, и, hopefully, вы сможете мультирует. И, ну, я стою здесь сегодня, поэтому, естественно, мы успели, но в несколько часов мы не уверялись, что мы успеем успеем, и мы были очень страшны. И я думаю, что некоторые вещи мы имеем, особенно, что я имею в виду, из моих экзистеров, эскимостей, это сделать спокойно, и просто принимать эти условия, как они выглядят, и, возможно, прожить тоже иногда. Так что, после 10 часов мы были спасены, но если это было бы более 20 часов, то мы не могли бы оберегать. Но это было очень важно, чтобы спокойно, чтобы вернуться к ситуации, даже если жизнь опасна. То есть вы поняли, самое главное – это не паниковать и сохранять спокойствие вне зависимости от ничего. Я начала рассказывать про людей, которых уносило на этих маленьких льдинах в полной темноте. Люди на берегу, когда человек унесло на льдине, очень часто проходит день, другой, и на третий день человека очень часто хоромят заочно. Некоторые люди, которых уносило на льдине, они жили день, к следующему вечеру они умирали от холода. Представляете, они просто вышли ненадолго, у них нет ни теплой одежды, ни палатки, ни собак, ни еды. А другие люди, каким-то образом им удавалось жить целую неделю. А я лично и Оля, мы знаем людей, которые выживали на этой льдине практически целый месяц. И меня всегда интересовало, а как же, вот почему такая разница? И, наверное, многие из вас сначала скажут, ну, наверное, выжили те люди, самые сильные мужчины, самые сильные охотники, подготовленные, у которых огромные мускулы. Но статистика показывает, что это не так, что очень часто выживали старики, старушки и девушки и женщины. И вот когда я стала спрашивать у наших старичных, от чего же все-таки зависит развитие такой ситуации, они мне сказали, что дело в мускулах совершенно не про них. Это дело в твоей организации, умственной организации, как ты принимаешь жизнь. Либо ты ее видишь как препятствие, с которым ты хочешь бороться, либо ты принимаешь все, что есть вокруг тебя и приспосабливаешься. Поэтому выяснилось, что женщины, на самом деле, очень часто бывают в кризисных, таких экстремальных ситуациях более адаптированы, потому что они с большей готовностью приспосабливают к резко изменившейся экстремальной ситуации. Галина, вы не хотите рассказать про ваш последний инцидент не в Арктике, как вы выживали? А, не в Арктике? Это какой? А, да, простите, у меня вот до сих пор не сгибается рука. Я прилетела с Северного полюса, это было в апреле. У нас была детская экспедиция на Северный полюс. Каждый апрель мы делаем экспедиции на Северный полюс. Там разворачивается станция Барнелл, это ледовый лагерь такой, с помощью, ну, мы там ставим палатки. И в течение месяца мы работаем, у нас там есть научные экспедиции, спортивные экспедиции. А я в этом году привезла туда детей. Детям этим было от 3 до 7 лет. И мы с ними поставили первый в истории Северного полюса спектакль. Вот вроде тех, которые вы увидели в первом клипе. Вы, наверное, скажете, а кто же отпустил, кто же были родители этих детей, которых отпустили на Северный полюс? Вот. А я вам скажу, что родители этих детей были американские астронавты, которые прилетели вместе с ними, и которые старались делать так, чтобы дети были там не туристами, а участниками работы полярной станции. Например, мы только сели на взлетно-посадочную полосу на этой льдине, где находится станция, и тут же ВПП раскололись пополам. То есть это значит, что никто не может ни улететь, ни сесть. И вот эта вода, она начала расходиться, обе части ВПП начали расходиться в разные стороны. И у некоторых людей, которые там присутствовали, особенно те, кто были впервые, у них был страх, ужас. Что? Как мы здесь останемся? Самолет больше не сядет, вертолет туда долететь не может, потому что это слишком далеко. Но как действовал мой друг, его зовут Ричард Гарриотт, он американский астронавт, его папа тоже астронавт, он заставил всех, включая детей, идти к полосе, потому что мы ее начали спаивать. То есть мы начали ее заливать водой, потому что она в какой-то момент начали удлинять полосу с другой стороны, и для этого нужны были усилия абсолютно всех людей. И вот мы работали. Работали день, работали ночь, и, конечно, это было очень впечатляюще, потому что ты мог просто сидеть и расстраиваться, сидеть и жаловаться на погоду, на обстоятельства. А ты мог взять нападку и пойти сделать общими усилиями, немножко продолжить полосу, потому что тогда на ее остаток сядет новый самолет в какой-то момент. А потом я пролетела в Москву, поехала на дачу в Кратово, и вечером я бежала из леса, и в темноте, я текстовала на телефоне, я не заметила, что в канализационном колодце, который был там на улице, кто-то с него украл крышку. Ну, потому что крышка сделана из чугуна, и некоторые люди их берут, чтобы потом, наверное, сдать в металлолом или каким-то образом, можете на участке. И я пролетела вниз, сколько там, наверное, 2,5 или 3 метра, я вся разбилась, там арматура ржавая, все, и сломала себе сустав, на который я приземлилась, на многие маленькие осколочки. Вот, я вылезла сама из этого канализационного колодца, потому что рядом никого не было. Знаете, когда у тебя вот это, ты падаешь, адреналин, у тебя, ты не чувствуешь боли на самом деле. Ты знаешь, что тебе нужно вылезти, потому что тебя никто не вытащит. Ты не можешь кому-то позвонить, вы знаете, вот я из упал, приезжайте, вот, потому что у меня разбился телефон, вот, поэтому тебе нужно вылезать самому, не надеясь ни на кого. Вот, я вылезла, потом мне вставили 6 шурупов в мои кости, потом их вынимали, но, конечно, это очень больно, никому не посоветую, абсолютно. Вот, ну и последние вот вещи скажу, касаясь вот того, как ты должен поступать в самых трудных критических ситуациях, вот очень часто, наверное, по телевизору вы слышите такую историю, что если человек на большом пароходе идет через арктические леды на севере, и он случайно, кто-то его толкнул, и он сам оступился, и он падает в ледяную морскую воду с северного ледовитого океана. Вы наверняка слышали, что такие люди живут не более полторы минут в такой воде. Вот я могу сказать, что это абсолютно неправда. Вот, мы, как полярные исследователи, очень много раз проваливались сквозь лед, вы видели вот там кадры даже, вот, и при том, что рядом нет никакой помощи, ты только должен знать, что тебе нужно. Но если ты провалился и не можешь сразу выбраться на лед, потому что выбраться очень сложно, он скользкий, тебе нужно просто сосчитать до 7. Магическая цифра 7. 7 – это 7 минут. Когда ты проваливаешься, у тебя это такая нестерпимая боль, как будто тебе переломали все кости в твоем теле. Все, абсолютно. Это вот так больно, потому что вода очень холодная, это же зима. Вот, но ты должен знать только одно, что ты считаешь до 7, пройдет 7 минут, и тебе станет настолько прекрасно, у тебя вырастет новая кожа, как скафандр, и ты будешь чувствовать себя отлично, ты будешь принимать правильное решение, ты не будешь вот так пытаться вырасти на лед, потому что так ты никогда не вылезешь, а ты спокойно оттолкнешься ногой, ногами, и вот так сделаешь движение, и сделаешь это спиной. И после этого у тебя будет масса времени, чтобы принимать решения. Люди находились в такой ситуации и 15 минут, и 20 минут, и полчаса, и 40 минут. Помните, с вами ничего не будет, только надо не паниковать. Это самое главное. Вот, это вот история про воду. А теперь смотрите, вот мы бы на самом деле очень хотели бы спросить, может быть, у кого-то из вас есть вопросы про наши экспедиции, потому что мы можем рассказывать очень долго про них, но нам хотелось бы, чтобы, может быть, кто-то из вас задал вопрос, если у вас есть. Мы можем рассказать и про белых медведей, и про волков, и про все остальное. Прошу прощения, а вы кушаете только рыбу? Нет, мы кушаем не только рыбу, мы кушаем... Основная наша рацион – это нерпа, это морж, и очень часто белый медведь. Вот, например, прошлой осенью мы с Олей в течение целого месяца ели одного белого медведя. И на завтрак, на обед, и на ужин, потому что ничего другого не было. И он, конечно, очень вкусный, но к концу месяца мы уже очень устали. Но помните, опять-таки, что в магазинах ничего нет. Я знаю, что, наверное, многие из вас не хотят есть белых медведей, но в той ситуации на нас нет выбора. Давайте. Скажите, пожалуйста, как вы выбрали такой образ жизни? А вопрос такой, как вы выбрали такой образ жизни? Смотрите, что касается Оли, то с ним очень просто. Он родился в Гренландии, это был его образ жизни с самого детства. Что касается меня, то я выросла со своими бабушками и дедушками, которые из Арктики. Мы наполовину у поморы, это мор зверобой с Белого моря, а с другой стороны мы коми, кочевые оленеводы. И так как я не жила с родителями, жила с бабушками и дедушками, я выросла на сказках, вот этих самых замечательных арктических сказках, которые я сейчас ставлю в основу всех своих спектаклей, про животных, про маленького китенка, который родился, плавал в тазике, потом уплыл. И когда мне было 5 лет, это первое воспоминание о моей жизни вообще. Я помню, я стояла на стуле, и наверху висела огромная карта мира. Вот здесь маленькая, у нас в кухне была огромная, колоссальная. И мой дедушка мне сказал, мой прадедушка родился вот на этом острове, он называется Колгуев. Есть такой маленький розовый плоский остров в океане, и он жил там. И я подумала, когда я вырасту, я обязательно поеду и буду жить в Арктике. И так оно случилось. Давайте. Что вас вдохновило, чтобы поставить спектакль, организовать все? Это на самом деле, что вдохновило, чтобы поставить спектакль и организовать все это. Смотрите, я в течение многих лет, прежде чем я начала ставить спектакль и так далее, я путешествовала по Арктике и работала там. Но когда ты живешь подолгу в маленьких деревнях, это уже было, надо сказать, в Западной Арктике, это было в Канаде в конце перестройки, я увидела, какая колоссальная разница в маленьких канадских арктических поселках по сравнению со всем тем, что я видела в Сибири. В каждой сибирской деревне, в Якутии, в Чукотке у нас обычно был какой-то клуб, что-то дети умели делать, они и танцевали, и пели, а там вот эта культура ушла, и не было ни здания, ничего. И однажды в один прекрасный день мы с детьми вышли на лед, и там плавали большие людины, и мы решили устроить спектакль для населения. То есть, представьте, у них вообще ничего не было. И когда мы поставили маленькую пьеску на этой людине, сделали сами костюмы, сделали все... Вы знаете, эти дети услышали впервые в своей жизни аплодисменты. Это было настолько потрясающее, это было настолько потрясающее объединение старшего поколения, которые были зрителями, и детей, которые играли на льдине. И вот с этого момента началась история нашего Ice Circus. Какие были ваши ощущения, когда вы вернулись, возвращаетесь из экспедиции домой? Какие ощущения, когда мы приезжаем из экспедиции домой? Смотрите, всегда это культурный шок. Потому что, во-первых, мы приезжаем, и у вас здесь каждый день, день меняется ночью, а ночь меняется днем. У нас этого нету. То есть каждый раз, когда я вижу ночь, предположим, я приезжаю во время полярного дня, это шок. Каждый раз, когда я из окна вижу дерево, это тоже шок. Потому что у нас нет ни одного дерева на нашем острове, ни одного. И вот представьте, я работаю с детьми, и иногда нам приходится объяснить, что такое вот это, или это, чего они никогда в жизни не видели. Как бы вы объяснили, что такое дерево? Детям, у которых нет телевизора, нет ничего, живут на самом дне. Вот пытаешься объяснить, что такое дерево. Так что это да, это шок увидеть обратно дерево. Ну и потом, конечно, иметь все остальное. У тебя там магазинная еда, вода льется из рукомойника, ты можешь сходить в туалет, в теплый, и так далее. Вот вы знаете, у меня, например, была такая вот ситуация, простите за отвлечение. Это было в Сибири, на полюсе холода, это было два года назад. Мы приехали в Эмикон, это самое холодное место в северном полушарии, и приехали за полночи. А там у них туалеты достаточно далеко от дома, где мы жили. И я вот ночью без маленького единого огонька при температуре минус 60 градусов Цельсия я пошла в этот туалет. Вот. И там было очень скользко. И я поскользнулась, не удержалась, и упала туда, в эту огромную яму. Вот. Но мне очень повезло, потому что это была зима, и там это все превратилось в такой бам-бам-бам-бам. Вот. И я потихонечку выкарабкалась наверх. Но, представляете, если бы у лета, это результат был бы совершенно другой, конечно. Вот. И, к слову, вот об этой такой вот теме интересной есть история у Оли. Значит, однажды он ехал на своих собачьих упряжках, вот, и началась метель. И он увидел совсем неподалеку от него белого медведя. И белый медведь начал преследовать его упряжку. Ну, видимо, он был голодный, и его собаки не пугали. Вот. А ему очень захотелось пойти в туалет. И что в таком случае сделать? Вы знаете, приходится приспосабливаться, потому что ты не можешь сходить по маленькому или по большому в свои штаны, потому что после этого ты умрешь в Арктике, если это все будет вот так случиться. Понимаете? Вот. Что он сделал? Он продолжал править собачью упряжкой одной рукой. Дальше он сел на край упряжки и, балансируя, сделал свои дела. Ему нужно было number two, то есть это было непросто. И потом, не останавливая хода собак, он одел обратно брюки и продолжал ехать вперед. То есть, ну, надо приспосабливаться, жаловаться, но можно обижаться, можно, нужно приспосабливаться к ситуации, на самом деле. I told them about how you shitted from the sledge. Да, потому что можно, как сказать, в Арктике, ты сразу теряешь свои иллюзии. Абсолютно сразу. Потому что ты остаешься на единстве. В Арктике ты тут же понимаешь, насколько ты мал и беспомощен, маленький, голый человек. Вот если ты забудешь всю свою надменность, свою гордыню, у тебя остается очень мало, на самом деле, чего. И просто тебе нужно понять реальность и приспосабливаться к ней. Вот вы знаете, люди в Арктике, и я тоже, мы гораздо больше доверяем нашему собственному телу, чем нашему разуму и нашей логике. Потому что тело, в отличие от расума, оно тебе никогда не будет врать, оно не будет лгать. А в том числе, когда расум, ты можешь с помощью разума обмануть других людей, но ты можешь точно так же обмануть самого себя. У людей, которые живут в Арктике, они, вы знаете, они похожи на антенны, с помощью антенны, и они связаны с космосом. И эта связь – это не крик, не звук, не картинка, а это вот нечто такое, что существовало миллионы лет до нас и будет существовать миллион лет после нас. То есть тело – это очень важно. Если я разговариваю со своим телом, потому что разум – это логический разум, это примерно как айсберг. Там всего одна девятая надповерхности, а все остальное, все твои первобытные инстинкты, которые сохранились в твоей генетической памяти, это все под поверхностью. Вот в этом разница. У кого еще вопросы? Могут ли животные атаковать людей, если ты сам ничего не делаешь? В связи с изменением климата стали происходить очень многие, как бы сказать, новые вещи, которых мы раньше не замечали. Например, к нам в деревню и летом, и зимой приходят белые медведи. И они приходят потому, что кромка льда становится все дальше и дальше, и дальше, то есть все тает, и они приходят в поисках пищи. Да, мы стараемся не оставлять никакой еды, но все равно у них обоняние потрясающее, они привлечены запахами еды, и они приходят в деревню. И дальше они пытаются залезть в окно, дальше они пытаются поймать детей. То есть у нас очень часто по радио говорят «белый медведь в деревне», «белый медведь в деревне». Всем детям срочно удалиться в дом. Вот так это и происходит. То есть и медведи очень часто приходят на помойку, если она есть. И мы в свое время, год назад, мы сняли фильм, пришел медведь, он был очень агрессивен, он старался нападать на людей, но когда его застрелили, и охотники разрезали ему брюхо, вот тогда я увидела одно из самых страшных вещей, которые я видела в своей жизни. Внутри этого медведя был один пластик. То есть он не ел очень долго, но он собрал весь пластик, который лежал в деревне, и все это сожрал. Это страшно. Пластика на самом деле у нас в Гренландии растворенного в воде очень много, не потому что он происходит из Гренландии, а потому что он приплывает из других мест, течение и все остальное. То есть устроены таким образом, что вся грязь, которая производится, скажем, в Америке, в Канаде, в других странах, это все плывет в сторону Северного полюса. И вот именно поэтому мы вместе с Сеулей мы организовываем очень много экспедиций вместе с детьми, живущими в Сибири, в других местах, и мы чистим реки, чистим берега, собираем все это, а из мусора делаем предметы искусства. У кого еще вопросы? Сколько раз вы в год ездите в Арктику на экспедицию? А, ну смотрите, сколько раз в год мы ездим в Арктику на экспедицию. Но мы вообще живем в Арктике, мы живем в Гренландии, поэтому можно сказать, что у нас там ежегодная экспедиция, мы приезжаем сюда, в большой город, и вот это для нас считается экспедицией на самом деле, потому что в большом городе потеряться и растеряться для нас, как бы, может быть, немножко легче, чем в Арктике. Мы живем в Арктике. А сюда сколько раз приезжаете тогда? Ну мы приезжаем в основном либо на выставки, потому что у нас по миру проходит очень много выставок различных, вот, или едем навещать наших детей, вот, они живут между Нью-Йорком, Осло и Копенгагеном. Да, вопрос. Здесь есть вопрос о Национальном парке в Гринландии. Это правда, что они имеют Национальный парк в Гринландии? Да, да, да. И, в самом деле, это в мире самый крупный Национальный парк. It's all this corner here. You have Greenland and you have North Greenland. The world's biggest Национальный парк goes from here to here. I know it's very small map, but it's almost like one third of the total area of Greenland. Да, и для того, чтобы попасть в этот парк, когда мы идем с нашими экспедициями, с нашими лодками, нам всегда нужно получить много-много разрешения, потому что правительство следит за тем, чтобы там не было никакого влияния со стороны, чтобы животные и все остальные там жили в мире и в покое. Я бы еще хотел спросить, какой у нас регламент, у нас еще есть время, да? Если есть желающие, да. Хорошо, давайте еще тогда вопросы. Можно я вам задать? Правда, что в гринландском языке 40 слов для обозначения снега? Ага, вы все слышали? В гринландском языке 40 слов для обозначения снега. Правда ли, что в гринландском языке 40 слов для обозначения снега? Ага, это правда, что 40 слов для обозначения снега в гринландском языке? Вы можете поговорить о это немного? Да, я думаю, что вы можете сказать. Но в самом деле мы получили много слов для обозначения снега. И вы их учили, и вы их учили, и это когда вы учили, как вы делаете много в русском языке. Да, тогда мы говорим о много, много, от least 40. Сейчас я немножко поясню то, что он сказал. Смотрите, можно, конечно, сказать, что 40 слов для обозначения снега, но на самом деле это немножко трюки, потому что вот слово такое, например, «снег, который упал вчера, но сегодня он чуть-чуть потал в лучах утреннего солнца». Это одно слово. Но если опять-таки, как лингвисты, мы его разобьем по частям, вы увидите, что здесь не только здесь есть приставки, не только суффикс, не только префикс, не только окончание, но еще и четыре других корня. Поэтому и да, и нет. А второй вопрос какой был? Я прослушала. В русском языке, коллега, может, русская, студенты скажут, что только слово... Для слова «снег»? Ну... Да, какие есть виды снега? Вы знаете разные виды снега? А вот сейчас Оля скажет немножечко о разных видах снега. Это интересно, потому что для того, чтобы построить правильный дом из снега, если ты построишь из него из неправильного снега, то он у тебя тут же растает. Поэтому нам нужно очень хорошо знать виды снега. И то же самое насчет айсбергов. Вы видели айсберги, и айсберги — это лед, и они бывают самого разного цвета. Они бывают голубые, они бывают розовые, и оранжевые, и сиреневые, и даже черные. Вот, то есть самых разных цветов, самых разнообразных. Так что, какие виды снега знают? О. Абуд, сику, нитталак, каннук. Абуд, сику, нитталак, каннук. Абуд, саннук, саннук, и лалу, и лангушуит. Это, в самом деле, больше 15 слов, и потом вы их вытаскиваете. Но, в принципе, мы можем действительно считать 15 разных слов для слова «снег», а дальше мы к ним начинаем приращивать все вот эти суффиксы, префиксы и все остальное. Но 15 разных корней у нас есть. А как вы выживаете в сиренах холода? Как мы выживаем в холоде? Это хороший вопрос. Ну, во-первых, у людей... How do we survive in a cold? How do we survive in a cold? Let me tell a couple of words, and then I can continue. Смотрите, люди, вот такие, как эскимосы, они отличаются от нас. Потому что вот Оля, например, он может возиться в полынье, где живет нерпа, час голыми руками. У меня, и правда, у меня руки обморожены, я это не могу делать. Он может долго бегать голый буквально, потому что у них содержание жира в коже гораздо выше, чем, скажем, вот людей, которые живут в Европе. Что касается меня, то есть у меня генетически другой человек, но я пловец на длинные дистанции в арктических водах. То есть начала я это делать очень рано, в возрасте 6 лет. Я жила с бабушкой, и она мне говорила, если ты научишься плавать долго в проруби зимой, то тебе все остальное будет не страшно. Поэтому она меня каждый день вытаскивала, когда мне было 5 лет, в парк в Сокольнике, и заставляла меня там плавать в проруби долго-долго-долго-долго. Ну вот, и поэтому привыкаешь. Как мы проживаем в холоде? Как мы проживаем в холоде? Ну, ну, первое, я бы хотел сказать, что Врюнг – да, но мы живем только на острове Врюнг. Никто живет на уровне в облаке, в облаке, в облаке, в облаке. Так что в самом деле, в большей стране Врюнг не становится Doncси-Сибири. В Якуте, где можно было бы минус 60. В Врюнг может быть минус 40, 45. Но если не надо, то, что наши директора Эскимосы, Они обнаружили, чтобы построить иглу. Вы слышали о иглу? Я извиняюсь. Да. Если вы можете построить иглу, это будет, скажем, снег. Тогда они могли построить это в более полчаса. И вы защитите его. Это может быть очень, очень снег, и вы выживаете. И это одна вещь. И другая вещь, это кладбище. Кладбище всего в основном мемори. Например, зелы, нерпа. Нет? 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 Я приведу маленький пример из нашей биографии. Это случилось в прошлом году. Мы возвращались с севера, с самого северной оконечности Гренландии на лодке, и попали в очень жестокий шторм. И мы заночевали в маленькой охотничьей избушке, которая была примерно вот такого размера, не больше. И там были окна, которые были заклеены пластиковыми пакетами. Ну, примерно с какими ходишь в магазин, представляете себе, да? Вот, шторм улегся, и мы решили переночевать там ночь, а утром вернуться в городок, откуда должен был летать наш самолет, потому что у нас открывалась выставка в Копенгагене. А самолет летает только раз в неделю. И утром как-то мы выглянули из этой избушки. Мы там лежали на полу, у нас было четверо. Чтобы там сделать свои дела, мы увидели огромного белого медведя, который сел между нашей лодкой и нашей избушкой. Но этому показалось мало, потому что потом он стал обходить в избушку и стал совать свою лапу. Вот здесь он порвал пластиковые пакеты, он засовывал свою лапу, но не в палатку, а вот в эту избушку, пытаясь нас выцарапать оттуда, думая, что мы нерпы. Вот у него двери вообще очень плохое зрение. И у него очень хорошее боковое зрение, а вот такое зрение очень плохое, но у него хорошее ощущение обоняние. Он чувствовал, что пахнет вкусно, и мы вжались в заднюю стенку, противоположную этому окну, и сидели, я не знаю, сколько там, ожидая, мы ничего не могли сделать, потому что не было сигнала на мобильном телефоне. То есть ничего не принимали, мы не могли послать смс, мы не могли сделать ничего. Если бы даже послали, никакая бы лодка не пришла, потому что был шторм. И вот мы в таком положении, а крыша в избушке, она была абсолютно, как сказать, разрушена. Поэтому на нас еще, это было летом, это было в августе, на нас шел дождь со снегом, и мы вот в этой мерзлятине сидели и дрожали без еды, без чего-либо, без возможности выйти в туалет, и в то время как белый медведь пытался нас оттуда выцарапать. Потом он, слава богу, нашел что-то такое, кусок моржа на берегу, переключился, а мы продолжали сидеть в этой деревне, потому что мы не могли его убить без разрешения полиции. И потом каким-то чудом на четвертый день, четверо суток. Ани, ну что мы сначала хотели сделать? Мы вышли из избушки, первое, что мы делаем, когда мы встречаем белого медведя, естественно, мы его не убиваем, а мы пытаемся его отогнать. И мы все вместе вчетвером соединились, чтобы он думал, что это большое животное, и мы начали в него рычать. Вот, но он нас посмотрел, ему было все равно, он был очень голодный. Тогда мы взяли кастрюльки и начали колотить по кастрюлькам. Мне помогло тоже. Выстрелили в воздух, его совершенно не интересовало, он все думал, что нерпы. Но, видимо, он был очень молодой и неопытный. В общем, в итоге на четвертый день мы получили разрешение на отстрел, мы его застрелили, и мы были такие голодные, мы тут же сделали из его кишок суп с кишками. А в кишках находился вот этот еще непереваренный кит. То есть мы ели вот эти кишки с непереваренным китом. И вот при том, что мы дрожали четверо суток, сидели в теплых таких пуховых куртках, в огромных запогах арктических во всем, я, попробовав вот этого супа, буквально несколько ложек, я сняла с себя всю одежду до майки. Вот так мне стало жарко. И это объясняет, почему белый медведь может действительно жить сколько угодно и в воде, и на воде ему никогда не холодно. Кстати, белый медведь, вы знаете, вот он удивительный, конечно, ходок по льду. Потому что лед очень часто бывает тонкий, и человек, который идет по этому льду, он легко провалится. А медведь, который весит тонну, он так правильно распределяет свой вес, что он способен преодолевать большие пространства вот этого тонкого льда. Вот. Вопрос. Белые медведи в красной книге. Совершенно верно. Белые медведи в красной книге, но для людей, которые живут на севере Гренландии, для эскимосов, для них есть квота на этих белых медведей, потому что без них они не могут просто жить. Нет ни одежды, ничего, абсолютно ничего. Да, вопрос. Вы не пользуетесь в трех перезапорах? А вы знаете, я, честно говоря, очень много лет пользуюсь перцовым баллончиком. Вот. На венеде? На венеде, да. У меня есть приятель, его зовут Митсурооба. Это японский знаменитый путешественник, с которым я дружу еще много лет. Он вот такой маленький мальчик, совершенно такого роста небольшого. И он ходил к Северному полюсу три раза, три раза без ружья. Единственное в истории, он был много лет назад. Кстати, пошел к Первому полюсу раз, отморозил себе шесть пальцев, ему ампутировали на ногах. Пошел второй раз, ему еще отморозил, так что у него один остался. Один маленький пальчик, все остальные отрезали. И тогда мы Митсури помогли сделать ботиночки новые лыжные. Это был еще город Ленинград тогда специально специализированный. И он в этих ботиночках и с пирцовым баллончиком дошел в третий раз, в третьей попытке на Северный полюс. После чего люди в Японии его несли 3 километра на руках, как победитель. Вот такой парень. Он научил меня пользоваться с пирцовым баллончиком. Но до этого, когда я зимовала на станциях Северный полюс, это еще много-много лет назад было при Советском Союзе, то фельдшер местный, который у нас был на станции, работал, он нам давал маленькую ватку, намученную эфиром. Потому что у медведя такой тонкий нос, что он это все чувствует, он ненавидит этот запах. Либо второй вариант было привести с собой духи и облить себя духами с ног до головы. Поэтому я очень часто, когда лечу в Арктику, я везу с собой духи и каждый раз обливаю свою одежду. Потому что большой шанс, что ты ему не понравишься. Белый медведь, он гурман. Он гурман. Когда он убивает человека, он ведь не ест целиком все это. Он только его разрывает вот здесь спереди и выкушивает у него кишки. Потому что когда нас быстро открыть людей, вы увидите, что мы пахнем изнутри рыбой. Он очень любит вот это самое. А остальное он все отдает писцам. Писцы бегут за белым медведем и ждут пока, что останется они наедутся. Да? А вот если я хочу сказать, что у каждого дня в Арктике в Арктике это неумеренно высокая стрижка, то есть, значит, у тебя же желание поменять профессию? Слушайте, я мало слышала, я слышала насчет поменять профессию, да? Нет, нет, нет. Каждый вождение в Арктике это неумеренно экстрим. Никогда не возникало желание поменять жизнь на более размеренную, спокойную? А вы знаете, нет, это никакой не вызов, это просто, я думаю, что мне сейчас уже 58 лет, Оле 63 года, поэтому мы можем выбирать то, что нам нравится. Нам там очень комфортно, поэтому мы любим жить комфортной жизнью. Представьте себе, я стою утром, в кухне готовлю, если я готовлю в Москве, я вижу перед собой, например, МИД или Останкинскую башню, вчера, сегодня, послезавтра, а там мимо окна проплывают айсберги, черные, белые, синие, животные, моржи, и каждую секунду это другая картинка. Слушайте, я слышала, что прозвучал звонок, наверное, вам всем нужно бежать, но я что хотела сделать? Я хотела, чтобы вы все нашли нас на Фейсбук, либо Галя Моррел, либо Ори Йорген Хаммакет, и у нас там есть несколько страниц с нашими экспедициями. Это экспедиция на Вана, культурная экспедиция на север, это Arctic Without Boards, Arctic без границ, это все наши проекты, с помощью которых мы работаем вот с маленькими детьми, живущими в самых отдаленных арктических поселениях. Они очень часто чувствуют себя совершенно заброшенными и покинутыми. Поэтому было бы очень здорово, если бы вы каким-то образом с нами связались и, может быть, в будущем поучаствовали в наших экспедициях, в наших проектах. Вы были бы очень рады и счастливы. А сейчас... Я бы хотел спросить их, я бы хотел спросить их, если они не... Hopefully, если они не mind, если мы можем взять группу фотографии вот здесь. А во-первых, Оля хотел вам сказать большое спасибо на гражданском языке, это раз. Can you say again? А второе, пока вы все не убежали сейчас, мы хотели попросить вас о очень большой любезности. Наши люди в нашей деревне и в соседних деревнях, они бывают счастливы, когда мы им показываем картинки того, где мы были и с кем мы встречались. Что, если вы сейчас все выйдете на сцену и мы сделаем картинку у нас все вместе для наших людей в Арктике? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин